Книга «Открытым оком», тема богослужения, 17 том, вопрос 3153. «Я иконописец, и когда летом очень жарко в храме, то могу ли я работать в рубашке без рукавки?» Отвечает Игнатий Тихнич Лапкин. Редкий по благочестию вопрос по телефону. Библия все направляет к взаимному назиданию, к приличию, благоговению. Титу 2.3. Чтобы сталицы также одевались прилично святым. У евреев была одежда не европейской модели, они легко ее надевали, легко скидывали. В Святой Библии слово одежда встречается 460 раз. 4 царств 7.15. И вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. Давиду одежда явно мешала, и чтобы не путаться в ней, он просто сбросил ее. Жена пренебрежительно отозвалась о всем деле, призвав его легкомысленным, и поплатилась за свое высокомерие. Выходит, что если даже перед величайшей святыней Израиля быть одетым не по церковной форме было непредосудительно, то и рисовать иконы, будучи не в церковной форме, а детым, не оскорбить никого, кроме засохшей ханжи. 2 царств 6.20. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня перед глазами рабынь, рабов своих? Как обнажается какой-нибудь пустой человек?» Для правоверных евреев было священным долгом во имя ревности о Боге уничтожить врага Божия. И тут они не стеснялись снять верхнюю одежду. Деяние 7.58. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Стихотворение. Вздрогнет проджавевшая земля. Горы, словно воск в огне, растают. Поздно о прощении умолять и пытаться крест творить перстами. Время данное подопытной земле. С дымом растворилась снова в вечность. В страхе нечистивцам обомлеть. Беззащитным оправдаться нечем. Будет ли для памяти дан шанс обозреть, что было от Адама? В свете истинном, без пустоты прекрас, к женику, с каким пришли преданным. Вспомнятся ли войны и террор? Реки крови беззащитных стоны. Все, все, все Бог вымел, словно ссор, что не сходится с его святым каноном. Красота природы во стократ. Даже боли улучшится по-райски. Иегове море слез стирать. Морем доброты и окунаем ласки. Невообразимо даже в мыслях. Как Иисус придет на облаках. Радуга пощады коромыслам. Нам напоминает то слегка. Боже мой, Отец благословенный. Чуточку завесу приоткрыл. Шар земной есть истинный освенцем. Мы заложники неверия Колымы. Вся история борьбы души и плоти. Уровень духовный понижали. Кто кого задавит и проглотит. Параллели тлели на пижаме. Каждый озаботься о себе. Укажи на свет в конце туннеля. Можно ли в бездействии сидеть? Веру не явить в достойном деле. 2006 год. Игнатий Тихович Лапкин.